А керманский десант на берегу в Волге реконструкция исторического сражения Великой Отечественной войны пройдет в Самаре в день военно-морского флота. Место действия – набережную ладьи. Организаторы приглашают зрителей всех, кому не безразлична история страны. В этом году ВМФ России отмечает 320-летие. В честь круглой даты и торжества пройдут масштабные. Военную операцию августа 44-го восстановят более 150 человек, плюс мощный арсенал техники. Будет принимать участие в данном случае и пехота, и морская пехота, она исторически принимала участие. Соответственно, моряки, автомобильные войска, бронетехника будет. Ну, время-то, что в это подразделение тоже будут принимать участие минометчики, артиллеристы. Будет специальная сцена, борцы приезжают из Сызрани, хорошая группа подготовлена именно специально для военных баталий. Они будут работать с холодным оружием, с легким стрелковым оружием. Для участия в торжествах под Андреевским флагом приедут военные из Тольятти, Ульяновска, Димитровграда, Саратова, Волгограда и Алматы. Гостей будет не менее 70 человек. Посмотреть будет на что. Имитация боя, холостые выстрелы, взрывы на песке. Придет бронекатер 43-го года. Все действие будет продолжаться около часа, и важная часть парад военных судов. Ну, мы сегодня располагаем судами ЦСКА ВВС. Они примут участие в этом параде. Семь судов, расцвеченные вымпелами. Решается вопрос, чтобы и суда МЧС находились здесь. И, конечно же, мы приветствуем всех, кто поднимет флаги на своих катерах, моторных лодках и будет стоять здесь и наблюдать с воды. В прошлом году в день ВМФ на набережной собрались более 12 тысяч человек. В этом году ожидают больше, учитывая, что дата круглая, и мероприятие будет более зрелищным. Кроме того, с 1 июля организации ветеранов флоты и военнослужащие запаса объединились в ассоциацию. Праздник будет проходить более организованно. А это значит, что не будет пьяных гулянок, купания в фонтанах и проходимцев в бескозырках. Вот если мы возьмем пять лет назад, что это был за праздник? Это были пьяные, которые ходили по набережной, ну, были ситуации с купанием фонтанов. За четыре года, которые проходит этот праздник, при поддержке правительства Самарской области, лично Николая Ивановича Меркушкина, этот праздник вышел на новый абсолютно уровень. Но, несмотря на это, повторюсь, что существуют индивидуумы, ну, конкретно депутат в бескозырках, у меня есть один знакомый, который постоянно пытается перетянуть одеяло на себя со словами, что вот это мы, это мы, это мы. На самом деле, ребята, которые служат на флоте, они этот праздник чтят, никогда не выпячивают себя вперед. И не менее важная воспитательная составляющая праздника среди приглашенных – воспитанники детских военно-патриотических клубов. Мероприятие пройдет 31 июля, а уже в августе еще один праздник и тоже реконструкция в честь Дня воздушно-десантных войск. Ожидается, что в торжествах примет участие командующий войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. Сергей Кизоркин, Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.